Креатин усиливает гипертрофию мышц. Креатин, пожалуй, самая исследованная добавка. Но его продолжают и продолжают исследовать. Вначале считалось, что эффект креатина связан лишь с повышением выносливости. О том, каким образом он это делает, вы можете узнать в этом видео. В ходе одного из недавних исследований было установлено, что креатиновые добавки способны повышать синдез миозина, фибриллярного белка, являющегося одним из главных компонентов сократительных волокон мышц. Другим исследованием было обнаружено, что креатин способен помочь тем, кто испытывает проблемы, связанные с резкой потерей мышечной массы. И все это после достаточно кратковременного приема креатиновых добавок. С одной стороны, влияние креатина на гипертрофию мышечных волокон нужно пояснить тем, что он способен дополнительно удерживать воду. Но биопсия обнаружила реальное утолщение самих мышечных волокон, а не только увеличение количества саркоплазмы. Считается, что хотя креатин и не оказывает эффект на синдез белка, он может существенно замедлять его распад. Эффект номер два. Креатин повышает активность. ИФР-1. Инсулиноподобный фактор роста вы наверняка знаете очень хорошо. Этот фактор роста образуется в организме под действием гормона роста, преимущественно в печени. И тестостерона преимущественно в мышцах и отвечает за активность сетилитных клеток, что в конце концов приводит к гиперплазии мышечных волокон, а также стимулирует синдез белка, что сказывается на гипертрофии тех же самых волокон. Так вот, оказалось, что креатин способен стимулировать активность ИФР-1. В начале эксперимента проводились на лабораторных крысах, но исследования объектами, в которых выступали люди, не опровергли, а подтвердили полученные выводы. Причем прибавка в активности ИФР-1 у атлетов, принимавших креатиновые добавки, составила 30%. Интересно, что такое повышение было достигнуто в дни без тренировок. В те же дни, когда спортсмены подвергались нагрузкам, и количество ИФР-1 у них повышалось как раз в результате тренинга, примерно на 24%. Креатиновые добавки никакого эффекта на активность ИФР-1 не оказывали. Можно сделать вывод, что никакого эффекта на активность инсулиноподобного фактора роста креатин не будет оказывать. И тогда, когда применяется и газогенный ИФР-1, либо делаются инъекции гормона роста. Что вовсе не означает, что прием креатиновых добавок будет в эти периоды совершенно бесполезным. И еще одно. Наиболее интенсивные прибавки в мышечной массе наблюдались на 4 и 8 неделях приема креатиновых добавок. Эффект номер 3. Креатин предотвращает возрастную потерю мышц. Этот факт известен достаточно давно, но поговорить о нем стоит. Дело в том, что с возрастом происходит потеря мышечной массы, существенно ухудшающее количество жизни. Такое положение вещей складывается в частности из-за того, что с падением уровня тестостерона существенно снижается синтез организмом такого необходимого для мышечных волокон вещества, как креатин. Так вот, прием дополнительных доз креатина лучше на фоне физических упражнений. Позволяет не только остановить потерю мышечной ткани, но и повернуть этот процесс вспять. Следует добавить, что никаких противопоказаний к приему добавок, содержащих креатин, у людей старшего возраста нет. Эффект номер 4. Креатин предотвращает опустошение глигогеновых депо в мышцах. Это исследование пока что оказалось только таких объектов, как лабораторная крыса. Но, думаю, его выводы вполне применимы и для людей. Дело в том, что, как заметили бразильские ученые, добавки, содержащие креатин, существенно замедляют черпание глигогеновых депо. Не только в мышцах, но и в печени. Чисто теоретически это и так было понятно. Креатин в данном случае используется в качестве дополнительного источника энергии. Эксперимент лишь подтвердил теорию. Что касается тех спортсменов, для которых самым важным показателем является выносливость, то здесь все просто. Принимайте креатин, она повысится. Бодибилдерам сложнее. Ведь на некотором этапе именно исчерпание глигогеновых депо в мышцах под корень является один из основных задач. Понятно, что в этот период креатин из вашего арсенала стоит исключить напрочь. Эффект номер 5. Утилизация креатина мышцами усиливается под действием инсулина. Вы все прекрасно знаете, что с самого начала для лучшего эффекта креатин рекомендовали разводить с виноградным соком. Мол, так он будет гораздо лучше усваиваться. Затем были созданы продвинутые транспортные системы, целью которых была доставка креатина по месту назначения без потерь. И первый путь – сок с высоким инсулиновым индексом. И второй имели своей целью одно и то же – повышение выброса инсулина в кровь. Собственно говоря, более совершенной транспортной системы в нашем организме просто нет. Но оказалось, что все не так просто. Дело в том, что креатин обладает свойством купировать выброс инсулина. Подавляет он его ничем не хуже, чем, скажем, раствор глюкозы. Так что инсулин, который попадает в кровь, далеко не всегда будет достаточно для полной интуализации попавшего туда же креатина. Выход. Инъекции инсулина примерно за полчаса до приема креатина. А кого это не устраивает, можем порекомендовать прибегнуть к помощи метформина, принимая его примерно за час до приема креатина. А сам креатин выпивая с традиционным виноградным соком. И еще. Креатин – самая популярная спортивная добавка. Ежегодно ее продают более чем на 400 миллионов долларов. Существует множество видов креатина. Жидкий в капсулах жевательных таблеток в составе сложных транспортных комплексов. Но самым популярным и самым действенным остается старый добрый креатином многих гидрат в порошке. Креатин можно синтезировать с самим организмом. А также поступать из таких источников, как красное мясо и рыба. Обычному человеку нужно порядка 2 граммов креатина в день. У спортсменов потребность в креатине резко повышается. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok